Мы, значит, не моемся. Старики вот здесь живут, в баню ходить не могут. Как вот быть? Возмущению нет предела. Слезам тоже. Жильцы многоквартирного дома по Гагарина 23А без горячей воды уже месяц. В конце лета вышел из строя бойлер. Никакой цивилизации без горячей воды. Постоянно у нас в кастрюльке стоят. Подогреваем постоянно воду, посуду помыться, самим помыться. Руки мерзнут и даже опухают от ледяной воды. Но выбора нет. Мыть продукты, посуду надо. Но это еще полбеды, говорит Мария Шелихова. В таких условиях она не может элементарно помыть маму. Маме 98 лет. И я ее как должна мыть вот этой холодной водой. И сколько я должна нагреть и в холодной ванне. Чайник наматывает 300 киловатт. Это 1200 в месяц. Отчаявшиеся жильцы пошли в администрацию и тепловые сети. Там пояснили, что документов на бойлер нет. Он бесхозный, а значит ремонт ложится на плечи жителей. К делу подключилась прокуратура. Идем решение прокуратуры. А это еще три месяца. Ну как минимум месяц, но скорее всего три. Будем ждать решение, на кого обяжут его отремонтировать или поменять. Вот так вот. И потом уже будут либо тепловые сети, либо ЖЭУ, либо собственники. Я даже представить не могу такое, почему вообще это в принципе произошло. В управляющей компании, которая обслуживает дом, пояснили, что сломанный бойлер лишил воды не одну, а три многоэтажки. Но ремонтировать почему-то обязывают жители одного дома по Гагарина 23А, где и находится злополучный бойлер. По факту жители 23А дома должны оплатить замену бойлера, а пользоваться будут данной водой три дома. И 23А, и 23А, и 25А. То есть жители одного дома должны скинуться? По закону, да. Потому что, как доказывает администрация тепловые сети, что данный бойлер принадлежит данному дому. Документов нет на данный бойлер вообще никаких. Стоимость нового нагревателя – 80 тысяч рублей. Жильцам дома по Гагарина 23А он обойдется в копеечку, почти в 4 тысячи с квартиры. Со справедливостью люди готовы идти в суд. Ведь таких денег у пожилых просто нет. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Спасибо.